Компенсация за сгоревшие вещи. Ученикам 22-й школы, в которой вчера произошел пожар, выплатят деньги. Сегодня на месте происшествия побывал мэр. Он лично оценил уровень ущерба и узнал, сколько времени займет восстановление. Кстати, уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Подробностью моей коллеги Эльвиры Салаховой. Учебный процесс после пожара решили все-таки не отменять. Сегодня занятия проходят в обычном режиме, работает столовая. Но все же чрезвычайное происшествие внесло свои коррективы. Уроки сократили до 25 минут. Никто из учеников пропускать занятия из-за пожара не стал. Не пришли только те, кто болеет. У многих школьников накануне пострадала форма. Испачкалась и пропахла гарью. Потому пришли в свободной одежде. У меня вот новая одежда вся была. Новая куртка за 3000. Шапка была, шарф, перчатки были. К счастью, телефон ей не оставил. Кошелек сегодня не брал. Сейчас есть запах, немного горе. Голова немного кружится. Вчера было очень страшно. Все вещи сгорели. Сгорело около сотни вещей. Больше, чем наполовину из них родители учащихся написали заявление о возмещении ущерба. Но были и те, кто пришел просить не компенсации, а предложить помощь. А я сегодня пришла, чтобы посмотреть помощь. Думаю, какая помощь нужна, как помочь. Мало ли, что вдруг помыть. Но это что? Все равно дети же наши здесь учатся. Пока одни грызут гранит науки, другие разгребают последствия. Больше всего пострадала входная группа. Очищать ее рабочие начали еще накануне. Но устранение всех последствий, а это замена вывески, окон, светильников, раздевалок, покраска стены и потолков, необходимо 5 дней. Обойдя всю территорию возгорания, представители всех служб собрались в актовом зале, где организовали штаб. И особо обратить на электричество. Даже восстанавливая это, соплю на соплю ни в коем разе не наматывает обратно, а полностью убирать его. И по проектному решению все надо делать. Василь Шехразеев попросил дать оценку оперативности педагогического состава и экстренных служб. Компенсировать же стоимость сгорящих вещей будут из городского бюджета. Мэр заявил, что деньги будут выплачены в течение двух дней. Если родители не обоснованно высокую цену будут заявлять о том, что я такое-такое покупал, значит она уже будет тоже подлежать проверке через родителей, через одноклассников, чтобы уже в этом случае была абсолютная объективность. Также сообщил Василь Шехразеев, после ЧП в 22-й школе на соблюдение пожарной безопасности будут проверены образовательные учреждения города. Все закрытые гардеробы придется переделать в открытые. Необходим обзор.